На коне и всегда впереди. Сегодня в России отмечают День памяти Василия Ивановича Чапаева. Сто лет назад не стало нашего выдающегося земляка. Легендарного ночди во времен гражданской войны, герои фильмов и книг. 5 сентября 1919 года он был смертельно ранен в ходе перестрелки на берегу реки Урал. Гулял по Уралу Чапаев герой, он с соколом рвался с полками на бой. О нем написаны стихи и песни, сняты фильмы и рассказаны сотни анекдотов. Родился Василий Чапаев в деревне Будайко-Чебоксарского уезда. За храбрость и героизм он был четыре раза награжден Георгиевскими крестами и получил чин под прапорщиком. В 18-м году прошлого века был назначен комиссаром внутренних дел по Николаевскому уезду. В апреле 1919 года командовал легендарной 25-й стрелковой дивизией, которая сыграла важную роль в контрнаступлении Красной Армии против колчаковских войск. За проявленное мужество Чапаев был награжден Орденом Красного Знамени. Он погиб в 32 года, однако посмертная слава пережила его на века. Он же обычный крестьянин, мастеровой человек, плотник. И в то же время он очень добросовестный. Он делал любую работу на совесть так, что не переделывал никто. И великолепно ориентировался в обстоятельствах, берег своих бойцов. И человек с юмором тоже, и серьезный, и даже злой иногда бывает. Что Фурманов написал, что издали посмотришь, зверем зверь. Но когда отходит, сердце видно, открытое каждому чужому дыхание. Дивизия имени Чапаева существовала долго. Шефство над ней в 65-м году взял обком комсомола Чувашии. И до 90-го года туда ежегодно отправляли служить 100 лучших призывников республики. Одним из них был Александр Ильин. Мы сначала не знали, куда попадем. Приехали в город Лубны, в Украинский СССР. Ну, пришлось служить почти около трех лет. Я попал в войска связи, обслуживал секретную аппаратуру связи, поддерживал связь с штабом армии. Чапаева – это пример подражания для меня, держать себя в форме пока. Ну, года идут, но он был человек волевой, всегда одерживал победы в боях. В столице Чувашии есть музей Василия Чапаева. Его именем названы города и улицы в нашей стране. Есть памятники и мемориальные доски. Его образ удачно вписался в туристический бренд республики. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова